Инсталайф 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 Или это управление разработкой или управление проектами, а также мы даем некоторые компетенции по цифровым технологиям в финансовой сфере. У нас предполагается большое количество практики, приглашенных специалистов с индустрии, которые читают профильные курсы. Но повторюсь, что если вы знаете нашу программу давно, то это как раз самая основная магистратура, с которой мы и начинали. Это такой, знаете, level up для студента, который хочет погрузиться глубже в системную аналитику или, например, из разработчика переквалифицироваться в менеджера проекта. Хорошо, спасибо. И следующее направление – свободный искусственный интеллект. Опять я, да? Я с удовольствием также представляю нашу новую программу магистрскую, которую мы открываем по технологиям искусственного интеллекта, которую мы назвали Liberal AI. Откуда такое название? Дело в том, что есть такой подход в образовании гуманитарном, называется он Liberal Arts. По-русски это говорят как «свободные науки и искусства». Свободные науки и искусства – это, допустим, не философия, не история, а вот некоторое такое общегуманитарное образование. Очень часто в качестве такого учебного заведения по Liberal Arts приводится Роскосельский лицей. Вот также есть уже и современные примеры. И вот мы подумали, что почему бы нам в магистратуре не готовить человека, который будет в какой-то степени так же образован, но вот именно в сфере искусственного интеллекта. И поэтому мы взяли все самое лучшее, то, что есть у нас в ИТИС, а также еще и в других подразделениях Казанского университета по технологиям искусственного интеллекта. И, соответственно, мы готовы в рамках программы Liberal AI вам это предложить. Что там нас ждет? Нас ждет курсы по всем областям искусственного интеллекта, которые сейчас используются в промышленной разработке. Машин-леунинг, инфраструктура для больших данных, это модели баз знаний, антологии, обработка текста на естественном языке, а также некоторые другие вопросы. Например, это философские вопросы, антропологические вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Большое количество проектной работы тоже, в том числе и управлению проектами в сфере искусственного интеллекта. Вот, все это ждет первых поступивших на эту программу. Мы все лучшее, что у нас есть в этой сфере, с радостью вам предоставим. Давайте сразу же вам вопросы. Расскажите, пожалуйста, есть ли практика и применение этих знаний в реальных условиях именно во время магистратуры? Спасибо за вопрос. Дело в том, что магистратура, она как бы одновременно и про специализацию, и в то же время все-таки она дает больше именно такую картину мира в какой-то сфере. То есть это часто научная картина. Но все-таки ряд возможностей по практике у нас предполагается. Во-первых, у нас в течение всего обучения есть и проектный практикум как предмет, где мы индивидуально подходим к каждому магистранту, подбирая ему тот или иной трек. Например, он хочет усилить свои знания по разработке, если у него, например, в бакалавриате они не сами были такие сильные. Или, например, он хочет углубиться в командную разработку. Это будет в обеих программах, о которых я говорил. Также у нас есть возможность, мы пару лет немножко пропустили из-за вещей, связанных с коронавирусом, мы хотим вернуться к этой практике, когда у нас магистранты первого года в рамках практикум по управлению проектами внедряются в команды третьекурсников-бакалавров, у которых тоже на третьем курсе профильный предмет по жизненному циклу разработки, это управление проектами, архитектурой и так далее. И есть возможность, что называется, погонять команды из большого числа разработчиков, что никому не дадут просто так сделать ни в какой компании. Поэтому мест, где будет практика, их много. Также, разумеется, у нас есть компании-партнеры, которые готовы на практику брать. Хотя, конечно, к нам очень часто уже поступают люди, которые работают, мы пытаемся это учитывать в этих программах в нашем расписании. Поэтому, разумеется, выход на компанию тоже есть. Хорошо, спасибо. Я предлагаю перейти к следующему направлению. Это интеллектуальная робототехника Евгений Аркадьевич Магит. Здравствуйте, друзья. Несколько слов о нашей программе. Программа стартовала как профиль внутри программы программной инженерии. Мы стараемся сохранить эту преемственность так, чтобы студенты одновременно обучались и робототехнике, и программной инженерии. И на выходе у нас был двойной специалист, который может работать как в робототехнике, так и в обычных IT-компаниях. Идея открыть эту программу созрела у меня в 2013 году, когда я работал в Бристольском университете. До этого я успел поработать и получить образование в ведущих университетах мира. Это Израильский институт технологии Технеон, Цукубский университет в Японии, Институт продвинутой науки и технологии в Японии, Университет Карнеги-Меллон в США и, наконец, Бристольский университет. Затем я понял, что нам обязательно нужна в России такая же крутая программа, какие имеются за рубежом в ведущих вузах, иначе мы безнадежно отстанем в области робототехники. А как ни крути, робототехника – это будущее. И постепенно все превращается в роботов, все роботизируется, весь низкоквалифицированный труд заменяется роботами, весь опасный труд заменяется роботами. И во всем мире безумно нужны те специалисты, которые смогут делать эту работу, программировать, проектировать роботов. Важный момент, что иногда нашу программу воспринимают как исключительно научную, но это не так. У нас очень много как научных знаний, так и прикладных. То есть мы учим вас и теоретическим алгоритмам, и в то же время учим работать с реальными датчиками, с реальными роботами. Вы учитесь программировать манипуляторы, программировать мобильных роботов. В общем, огромный объем информации мы стараемся отдать вам в течение этой двухлетней магистрской программы. Хорошо, спасибо за вопрос. Вот Михаил Михайлович говорил про то, что на магистратуру поступают люди, которые уже работают. В связи с этим вопрос. Сколько времени нужно уделять учебе, и какая вообще учебная нагрузка? Смотрите, это зависит в первую очередь от студента. Что хочет студент? Если он хочет стать очень крутым специалистом, то он посвящает учебе столько времени, сколько может. То есть времени никогда не бывает лишнее. Всегда можно изучить не только то, что мы даем на занятиях, но мы всегда говорим. А еще можно почитать вот эту, вот эту и вот эту книгу. Это обычно те же самые классические учебники на английском языке, которыми пользуются в ведущих зарубежных вузах. В то же время, если студент работает, и у него недостаточно времени, чтобы день и ночь сидеть, заниматься именно нашими предметами, то он в состоянии тоже учиться. И несколько наших лучших выпускников были те, кто параллельно с учебой работал на полноценную ставку весь день и потом занимался учебой уже в нерабочее время и по выходным. То есть все зависит конкретно от студента, что он хочет получить на выходе, каким специалистом он хочет стать. Спасибо. Евгений Аркадьевич, как Вы считаете, сможет ли на это направление поступить выпускник, например, гуманитарной специальности и сможет ли потом успешно продолжить обучение? У меня, наверное, ответы однообразные и занудные, но я говорю, все зависит от студента, все зависит от его мотивации. У нас, опять-таки, были случаи, когда поступали студенты, имеющие образование по медицине, по управлению. И были прецеденты, когда эти студенты становились лучшими в своей группе. То есть все зависит от Вашей мотивации. Готовы Вы стать лучшим, готовы вложить в это время таланты, усилия. У Вас все получится независимо от Вашего предыдущего образования. Конечно же, тем, кто учился на IT легче, потому что у них есть в запасе как минимум знания нескольких языков программирования, математическая база, чего наверняка не хватает у гуманитарных специальностей. Но не надо отчаиваться, все зависит от Ваших желаний, от Вашей мотивации, все возможно. Хорошо, спасибо большое. Я предлагаю перейти к следующему направлению. Это технологии виртуальной дополненной реальности и разработки игр. Влада Владимировна Кугуракова. Да, что нужно рассказать о том, что мы стартовали совсем недавно. В этом году у нас первый выпуск нашего профиля. Мы также входим в профиль программной инженерии. Пока наши выпуски небольшие, но это каждый раз специалисты, которые получаются уникальными в этом смысле. Их опыт посвящен разработке дополненной виртуальной реальности, разработке игр. На самом деле мы только формируем серьезный подход к программам. Потому что, по сути, нам не ского брать пример, кроме как западных вузов. В России фактически только мы и еще пара университетов заявляют такие магистратуры. То есть мы инноваторы в этом смысле, хотя геймдев и дополненная виртуальная реальность всерьез интересуются ими рынок всерьез и индустрия. В частности, многие компании создают тренажеры с использованием виртуальной реальности. Сейчас всплеск получил дополненную реальность для конвейерной сборки, для саппорта удаленного. О том, что игровая индустрия захватывает мир все больше, уже говорить тем более не приходится. У нас очень интересный спектр учебных дисциплин, которые прослушивают наши магистранты. Он включает в себя не только технологический блок, но и гуманитарный блок. В этом смысле мы, опять же, являемся инноваторами, я считаю, потому что даем не только техническое, но и гуманитарное базовое образование, которое необходимо для разработки интерактивных медиа. Вот эта изюминка, я думаю, привлечет и тех ребят, которые закончили бакалавриат по гуманитарным направлениям, но не видеть свое трудоустройство или дальнейшую судьбу в этих специальностях, которые получили как базовые. Я думаю, что мы можем дать им тот спектр знаний, после которого они будут восприняты индустрией с интересом. Можно я вклинюсь немножко к ответам моих коллег? Во-первых, я хочу, чтобы не запутались наши слушающие в названиях программной инженерии. И название программ в том, что структура тут такая. Есть понятие направления подготовки в магистратуре. Это шифры и названия, которые утверждаются в Министерстве науки и высшего образования. И вот у нас в ИТИС реализуется одно направление магистратуры, шифра 090404, название программной инженерии. Ну и в рамках этого направления мы можем открывать магистрские программы. Синоним этого слова профиль, то есть под профилем и магистрской программой понимается одно и то же. И вот именно магистрские программы, как раз те четыре, вот мы вам и рассказываем. То есть если вы собираетесь поступать, у вас будет написано программная инженерия, такая-то программа, например, интеллектуальная робототехника, программная инженерия, технология виртуальной дополненной реальности и разработки игр. То есть вот это первый момент. Второе, коллеги, я не знаю, может там еще, конечно, вопрос заготовлен, но как-то они, наверное, свои капасти воспринимают как что-то данное. Но вот я хочу про Влада Владимировна сказать, что касательно гуманитарных направлений, просто мы вот только еще буквально позавчера сидели еще раз над планом. И то есть что дают в магистратуре, дается нашим обучающимся? Это сценаристика, создание персонажей, это создание сюжетов, игр, это культурные вопросы. Тут, например, есть искусство, значит, культура Востока и Запада, да, например. Также это курсы связаны с созданием, в принципе, интерактивных медиа как таковых, да, это большая категория. И в то же время очень сильный блок технологических предметов, это и 3D-моделирование, дизайн уровней, разработка в Unity 3D. То есть вот именно получается, что специалист он понимает и в технологическом процессе, и в то же время в том, каким контентом это, значит, наводнять. А вот у Евгения Аркача тоже, он, конечно, может тоже скажет, но на самом деле дело в том, что, во-первых, там такая немножко двойная подготовка получается. Это я говорю как не робототехнику, но вот я когда тоже смотрю в план, для меня, во-первых, специалистам получать фундаментальные знания именно по тому, как роботы работают, то есть есть роботническая операционная система, например, датчики для систем, да, компьютерное зрение, искусственный интеллект. И в то же время есть ряд курсов, которые показывают именно разные сферы робототехники, например, социальная робототехника, значит, по поисково-спасательной робототехники и так далее. То есть поэтому программа достаточно богатая, и вот я просто... Жалко, что мы только разговариваем сегодня, они еще не показываем, но в принципе как раз у наших обеих лабораторий есть на сайте университета свои страницы, где можно познакомиться с видео и с тем, какие там есть возможности. Да, ну не только юнити, кстати, и другие инструменты тоже, если возникнут вопросы. Вот видите, уже сразу это. Да, ну поправка. Я просто полагала, что учебная программа все-таки... Те, кто интересуется магистратурой, они все-таки посмотрели уже какой-то... Первоначально получили, значит, фидбэк, посмотрели учебные программы, может быть, даже заглянули в темы дипломных работ, диссертации магистрских, с которыми выходят студенты в программной инженерии. В принципе, нужно подчеркнуть, что все диссертации прошлых лет, они доступны, и их можно просмотреть, увидеть уровень, увидеть, какие темы поднимались, и что касается робототехники, и, значит, других, значит, наших профилей. И это очень познавательно интересно. На самом деле, когда мы начинаем работу со студентом на первом курсе магистратуры, мы начинаем ее с того, что просматриваем, какой до этого, значит, фронт работ был произведен предыдущими студентами. И у нас существует преемственность, я думаю, что Евгений Аркадьевич точно так же. Преемственность всех проектов, которые, значит, воплощаются далее. То есть это не единичная какая-то работа, а получается, что идет наполставание, и получается все лучше и лучше проект. То есть чем более поздние магистранты от старта наших магистратур будут выпускаться, тем более серьезные вещи у них будут. Я вот знаю, не буду хвастаться своими, у меня первый выпуск, но еще нет таких успехов. Но у Евгения Аркадьевича, у него по три, по пять, по-моему, статей у выпускников есть. И даже более, по-моему. Вот, кстати, у нас выбор есть. А вот все студенты посмотрели. Алия, как вы посмотрели? Возможности пока? Ладно. Пока стопроцентный результат. Итак, мы не будем сейчас вдаваться в подробности вступительных экзаменов, и конкретно по вопросам, какая будет программа. Это все доступно на сайте КФУ, на странице нашего института. Но хотелось бы... И еще будет отдельный инсталайф исключительно по этим вопросам. Да, будет исключительно по этим вопросам отдельный разговор. Но я предлагаю в общих чертах рассказать вообще, как происходит эта процедура, и что, в принципе, требуется. Михаил Михайлович? Ну, на самом деле требуется, во-первых, зайти на сайт. Там есть раздел поступающим, есть раздел магистратуры, познакомиться с календарем поступления. Значит, все у нас заявления подаются онлайн. И, значит, у нас экзамены в этом году у нас тоже проходят... Елена Александровна, онлайн, да? Онлайн и очный. Онлайн и очный. То есть и так, и так. Всех приглашают проходить дистанционный экзамен. Да. Значит, есть программа экзаменов, там есть список тем и образцы заданий. Вот, можно готовиться. Значит, причем у каждой магистрской есть свои нюансы. То есть, например, где-то какие-то части совпадают. Но вот я знаю, что, например, у Влада Владимировна есть творческий проект для поступления. Да, вот у нас, например, в магистратурах больше именно тестовые какие-то развернутые вопросы. Но портфолио тоже играет некоторую свою роль. Разбаловка, она тоже приведена на сайте. То есть, можно скачать, посмотреть. То есть, сколько баллов за эту часть, сколько баллов. То есть, можно прикинуть, в принципе. Вот. Заявление с 20 июня подается. Дальше, собственно, ожидание экзамена. Консультация с день до экзамена. Экзамен, проверка, примерно один рабочий день. И мы выставляем результаты. А дальше, собственно говоря, как уже публикуется. И дальше вы решаете, как и было в бакалавриате, когда поступали. Единственное, что теперь это не ЕГЭ, а вот именно результаты экзаменов. Хорошо, спасибо. То есть, вся информация у нас актуальная, находится на сайте. Напоминаю, что вопросы вы можете задавать в комментариях к этой трансляции. Мы на все по возможности ответим. И еще один вопрос, такой более конкретный. Есть ли какая-то статистика по трудоустройству во время и после магистратуры? Есть ли какие-то там гарантии или, возможно, компании, с которыми сотрудничество идет постоянное? Я почему-то хочу показать на Евгения Аркадьевича по поводу трудоустройства, потому что, как это объяснить? Мы хотим иногда, чтобы наши магистранты, имея большое портфолио, оставались у нас. Но очень часто они уходят. Я хочу, чтобы ты раньше рассказал про эти кейсы. Да, о моей боли рассказать. Значит, смотрите, мы стараемся всегда лучших оставить у себя, но за ними идет целая охота. То есть, крупные компании постоянно хантят наших студентов, наших выпускников. Бывают такие ситуации, когда мне звонят по несколько раз в неделю, спрашивая про конкретного выпускника нашего. Могу ли я его порекомендовать? Если я говорю да, то часто его берут вообще даже без каких-либо интервью. То есть, им достаточно нашей рекомендации. Они знают, что если это выпускник нашей программы, и за него поручился руководитель, то этого человека можно уже не интервьюировать. И, соответственно, сейчас не только в России, но и во всем мире все крупные компании постепенно открывают отделение робототехники, направление, лаборатории. Это, например, уже произошло с компанией Сбербанк. В компании Яндекс есть робототехника. Практически любую компанию, которую вы не возьмете, у нее уже либо существует направление робототехники, либо они планируют это сделать в ближайшее время. Я, к сожалению, не могу назвать саму компанию, но это одна из трех ведущих по направлению металлургии, металлообработки в России. И для этой компании в прошлом году мы проводили специальный обучающий семинар, где я выступал как программный директор. То есть компания настолько интересована в роботизации своих процессов и в таком отчаянном положении, что отсутствуют специалисты на рынке труда, что они готовы своих сотрудников обучать, чтобы хоть кто-то как-то мог заниматься робототехникой. Есть еще нетривиальные кейсы. Как мы знаем, что у нас выпускники магистратуры, некоторые тоже могут после этого уходить служить в армию, но имея профильное образование, их служба в армии мало отличается от работы по специальности. Вот в краске у нас есть кейс, один из выпускников магистратуры Венера Катча. Значит, он пошел в научную роту и занимается в рамках своей службы в армии разработкой ПО для беспилотников. То есть используя как раз те самые знания, которые он получил у нас на программе, это как бы продолжается его обучение, но уже с зарплатой на хорошем месте, где он с большой вероятностью останется работать дальше. И приведу еще один пример нашего выпускника, которого от нас недавно схантили в одну крупную казанскую компанию. Через два месяца он уже прошел испытательный срок, еще через три месяца он успешно сдал экзамены на повышение своей позиции, потому что в компании есть определенные ранкинги. И таким образом, каждые несколько месяцев он может повышать свою позицию. И это происходит благодаря тому, что мы заложили в него не только какие-то технические знания, но мы научили его учиться. То есть можно людей накормить, дав им рыбу, а можно их научить ловить эту рыбу. И это то, как раз чем мы занимаемся. То есть технические знания по робототехнике это только часть того, что вы получаете от нас за время программы. Мы учим вас правильно думать, мы учим вас планировать свои действия, мы учим вас управлять коллективом, быть ответственным, делать все вовремя. То есть все те базовые вещи, которые потом высоко оценят на вашем месте работы, это независимо от того, будете ли вы строить роботов, космические корабли, программировать базы данных или работать, даже если вы будете работать просто хирургом. У нас тоже самое, очень востребован спрос на специалистов. Но опять же, я подчеркну, у нас первый выпуск нашей магистратуры и всех выпускников мы оставляем в ЭТИС. Но на самом деле, опять же, Влад Владимирович говорит про первый выпуск магистратуры. Но до этого студенты лаборатории Влад Владимирович обучались в нашей первой магистратуре, соответственно, и они выпускались тоже с тематиками. То есть эта магистратура у нас не два года все-таки, а гораздо больше, потому что опыт нарабатывался уже в течение нескольких лет. Это лет пять и даже больше. И хочется сказать также, что у нас в Казани тоже начинается. Очень много игровых студий, куда они, где они работают. И в том числе и аспиранты наши, и бакалавры, и магистры, и в Москву уже, и так далее. То есть этот рынок развивается очень активно, они перепрыгивают все в лучшие и лучшие интересные компании. Но на самом деле точно так же открываются во всех крупных компаниях игровые отделы, то есть, например, Сберу, Геймс, и так далее. То есть процесс геймификации всех операционных и технологических процессов, он тоже становится такой, как сказать, хайпом, волной, востребованной фишкой везде, кругом. А оставляем выпускников, чтобы они тоже помогали нам? Это все очень кадры, которые уже готовы к тому, чтобы дальше нести новым поколениям свой опыт, показывать. И в то же время являясь молодыми людьми, еще не без мха определенного, в академическом, то есть готовыми к каким-то новым веням, без чего, значит, игровая индустрия, она тоже не может быть. Молодые, не молодые, но на самом деле все являются, например, сертифицированными тренерами, потому что по Юнити. Да, в том числе по Юнити, да. То есть опытные люди. Хорошо, спасибо. И еще такой вопрос. Как строится расписание? То есть если, допустим, человек поступил и работает с 8 до 5, сможет ли он посещать пары? Как вообще ему быть, если у него нет возможности, например, какой-то построить гибкий график, сможет ли он посетить пары в магистратуре? Мы недавно с Еркальчем по этому поводу спорили. Значит, скажу за большую часть нашей магистратуры. Мы, когда мы можем, мы стараемся пары помещать в вечернее время, то есть это время у нас пары после пяти, вот, и по субботам. Значит, есть несколько дней, когда парам занятий могут начинаться в 15-40, и один раз мы все-таки сделали в 14.00, потому что есть определенные ограничения, потому что, ну... Мы стараемся это сделать, постараемся подойти индивидуально к этому, например, вот, если там, например, есть два занятия, кто-то говорит, что мне лучше проехать с другой группой на второй, то мы идем навстречу. Вот магистратов, на самом деле, их меньше, чем бакалавров, поэтому очень просто вот именно такие вещи переигрывать. Вот, поэтому по большему счету мы, конечно, стараемся, хотя в то же время все-таки, ну, вопрос с работой, он немножко по-другому надо его интерпретировать. Дело в том, что магистрант, кроме учебы, должен все два года написать магистрскую работу. Каждый год мы это говорим, каждый год одно и то же, хочешь говорить на выпуске, ну, ладно. Значит, тем не менее, да, то есть работающий человек, у него работа полноценная, и потом он после работы приходит на занятия, в принципе, уже уставший, но там заряженный и так далее, и вопрос возникает, а когда он занимается своей магистрской работой? Поэтому все-таки мы, наверное, так, ждем, что поступающая магистатура все-таки сможет договориться на работе, изыскивать время и на занятия, если оно некоторым образом перекрывается своим рабочим графиком, и в то же время есть какое-то, ну, полноценное понимание, как в течение недели тратить достаточное количество часов на собственную магистрскую, потому что лаборатории тоже могут работать по-разному, есть разные подходы, Ирина, конечно, может, про свой подход рассказать, Насталья Владимировна, тоже свои подходы есть по работе с именно магистрантами, которые пишут, но надо понимать, что магистрскую работу нужно писать подольше, потому что от этой работы нужно устать, нужно делать, чтобы от нее тошнило, отложить на месяц, пусть она полежит, потом вернуться к ней обратно. Вот мы все, кто защищали диссертации кандидатские, это мало чем отличается от этого дела, потому что должно проходить время. Вот поэтому нюанс не в том, что работать с человеком, там, расписание, мы пытаемся подстраиваться, то есть у нас, повторюсь, большая часть занятий проходит в вечернее время и по субботам, но вопрос возникает, что если человек реально вот работает там с 9 до 5, то вопрос, как он напишет магистрскую. И вот это надо, эти лайфхаки надо будет находить. Хорошо. Вот вы упомянули научную... Я тут, Игорь, чуть-чуть пару слов добавлю. Смотрите, иногда есть лабораторные занятия. Эти лабораторные занятия очень тяжело передвигать куда-то, например, в онлайн или еще что-то, потому что вы должны поработать с оборудованием. И здесь у нас нет особых вариантов, вам приходится приходить в лабораторию и что-то делать с оборудованием. Но мы стараемся, где есть возможность, делать занятия параллельно и живьем в классе, и, например, через программное обеспечение Microsoft Teams. Иногда студенты прямо просят единогласно, а можно лекция будет проходить в Microsoft Teams. И если мы с ними соглашаемся, а я стараюсь всегда идти студентам навстречу, то они могут у себя на работе спрятаться в каком-нибудь кабинете, прослушать эту лекцию и потом вернуться обратно на рабочее место, не затрачивая время на дорогу туда и обратно, которую они могут провести на работе. Уважаемые работодатели, вы это не слышали. Нет, это все с согласия работодателя. Невозможно спрятаться где-то в кабинете и слушать вслух лекцию или даже в наушниках, чтобы при этом никто об этом не знал. Но работодатели идут навстречу, потому что в большинстве случаев работодатели понимают, зачем студент пошел учиться в магистратуру. Работодателям нужны сильные кадры. Иногда, например, выпускников нашей программы называют IT-спецназ, и все работодатели хотят у себя в команде иметь IT-спецназ, а не людей, которые не хотят развиваться, которые закончили свой бакалавриат и говорят, ну все, теперь я всю жизнь могу работать, ничего мне больше не надо. Ну, не знаю, мне кажется, что руководители не хотят работать с такими людьми. Хорошо. Была упомянута научная работа в рамках магистратуры. Большая ли нагрузка не по-магистровским, а, допустим, если человек хочет писать научные статьи, заниматься исследованиями, большая ли нагрузка и обязательно ли это? Как баланс соблюсти между тем, что приходите к нам и... Значит, коллеги, еще раз, магистратура – это вторая ступень образования. Она возникла, ну есть даже целые курсы по истории университетов, откуда она возникает. Так вот, на самом деле, даже в книгах фэнтези, есть там, условно, про магов, есть подмастерье и мастер, и вот различаются они тем, что мастер – это тот, кто сочинил собственные заклинания. И получается, что какой-то определенный труд, который подкреплен именно опытом, который в этой области уже есть, какая-то демонстрация собственных скиллов, которые были наработаны, большой труд научный, ну как вот написать книгу? Сильно ли это много времени занимает, если я захотел написать книгу, любую, на самом деле? Или, разумеется, в это нужно вложиться. Вопрос нагрузки тут такой. Дело в том, что научная работа, она прописана как часть учебного плана. И самостоятельная работа, и это есть как практика, именно научная, ну то есть, которая идет у каждого студента. И считать, что в магистатуре этого студента это, ну как-то можно избежать, ну невозможно от этого избежать. С другой стороны, мы стараемся всеми силами как-то пытаться, я вот использую только слово, продюсировать эту деятельность, потому что все-таки для этого мы распределяем студентов как можно раньше по научным руководителям, и тогда на ряде предметов, академическая коммуникация, методология научной деятельности, которую вот Яринкач ведет у наших программ, на других предметах можно проекты брать в своей сфере, своей магистрской, да, и тем самым предмет работает на, ну, на написание собственной диссертации. Если это вовремя не выбрать, то получается, ну, какая-то холостая работа, да, поэтому все, разумеется, наши магистранты, они пишут магистрские, это по определению выпускная работа магистра, это научно, ну, практическая работа, но другое дело, это ведь то, чем мы занимаемся, то есть, это некоторым образом желание продвинуть что-то вперед, открыть новое, оптимизировать что-то, создать, поэтому стоит воспринимать не как нагрузку, а как некую такую творческую деятельность, на которой просто надо, ну, чтобы она была качественной, дать больше усилий. Если можно, я добавлю. Честно говоря, я думаю, что в магистратуру все-таки должны идти люди не за получением просто знаний, а те, кто действительно хочет вырасти в самостоятельного специалиста, кто готов не выполнять рутинные задачи, а выполнять творческие задачи. И в данном случае неважно, о каком профиле мы говорим. И эти творческие задачи, их можно только с полной отдачей отдавать. То есть, когда мы говорим про школу, где знания в нас вкладывают ложечкой, это одно, или про бакалавриат, где все равно продолжается та же система, в принципе, и мы оцениваем на выпуске только компетенции, которые получил, навыки, которые получил студент на выходе, то магистратура – это действительно уже осознанный выбор, поиск той узкой ниши, про которую Михаил Михайлович в самом начале говорил, куда учащийся идет для того, чтобы получить свою квалификацию, ее поднять, и, может быть, даже зачастую, не только основываясь на тех данных, тех знаниях, которые ему дают преподаватели, но и растя самостоятельно. И это самая главная, наверное, вещь, которую можно было сказать про магистратуру. То есть не просто получение и галочки около лекции, которые прослушал, а собственный рост. На самом деле, за рубежом, скажи быстренько, есть понятие интегрированной PhD-программы, когда люди поступают сразу на 5 лет на магистратуру и аспирантуру, и их учебный план идет на целые 5 лет. Вот такие бывают. И там именно те, кто отчисляются, они получают только магистра. То есть все-таки за рубежом даже есть попытка, где можно все-таки больше осмыслить, именно как движение к созданию некоторого научного труда, который вот я поработал в своей области, и вот я это представляю вам на суд, то, как я этот область продвинул вперед. К сожалению, в некоторых вузах они еще и магистра не получают. Например, в технионе, где я учился тем, кто пошел на эту прямую программу доктора, если ты ее не закончил, то ты бакалавр. А можно я еще добавлю пару слов про научную работу? Часто студенты, когда поступают или абитуриенты, думают, ой, как это ужасно сложно, я должен написать собственную работу, я должен подготовить собственную публикацию. На самом деле вы это делаете не один. Вам помогает ваш научный руководитель. У каждого студента, по крайней мере, у нас в лаборатории имеется, помимо руководителя, еще и куратор, который курирует студента. И уже буквально со второй недели учебы мы начинаем встречаться со студентами. В первом семестре это добровольно, во втором семестре это уже принудительно, на научные встречи, где студент развивает постепенно свою тему магистрской. То есть к концу первого семестра практически все наши студенты робототехники уже знают свою научную тему, начинают над ней потихоньку работать. В учебном плане обязательно присутствуют различные виды практики, технологическая, учебная, производственная. Во время каждой из этих практик студент занимается своей магистрской. То есть он готовит эту магистрскую в течение всех двух лет, и мы также просим готовить научные статьи. Сложно ли сделать научную статью? Приведу вам пример. Один из наших студентов, я не буду вдаваться в подробности, в общих чертах, у него тема связана с машинным обучением. Для того, чтобы он мог использовать машинное обучение, ему нужно генерировать миры, в которых робот будет обучаться. Для генерации миров ему нужно было создать некую аппликацию. Он ее создал, я посмотрел аппликацию, сказал, замечательная работа, это достаточно для уже научно-прикладной публикации. И вот сейчас мы направим эту публикацию в сборники конференции, ждем результат. Но смысл такой, что работа пишется очень, научная статья пишется очень легко, когда у вас есть результаты. А если вы работаете, у вас результаты есть постоянные, к концу магистратуры у некоторых 5 публикаций, 10 публикаций. То есть всякие бывают студенты, есть результат, есть публикация. Мы со своей стороны изо всех сил вам помогаем с этой публикацией, помогаем сделать скелет, помогаем проверить английский, помогаем везде, где можем, помогаем. Иногда я сижу со студентами онлайн в совместном окне, где мы пишем статью до 2 утра, до 3 утра. Бывают такие ситуации. То есть мы идем навстречу студенту по максимуму, не бросаем студента одного. Спасибо большое. У нас есть вопрос из инстаграм-чата. Могут ли без опыта работы абитуриенты поступать на финтех? Классно, не сокращает. То есть еще раз, это цельная программа, аналитику, правильную разработку и финтех. Могут, потому что опыт работы никак не влияет на поступление. Другое дело, что вопрос первый, это какие выпускники какой программы. Если мы имеем в виду техническую специальность, то есть, например, инвариационные системы, прикладная информатика и так далее, то, конечно, это абсолютно прям прямое продолжение, не говоря про программную инженерию. Если это выпускники, например, естественно, научного, математика, физика, предположим, что-то близкое, все равно у них тоже что-то было. Если, например, гуманитарная сфера, ну, опять же, вопрос, в чем экономистам. Экономисты часто поступают, и бывает, что очень успешно пускаются. Из нашей практики поступают и историки, и юристы. Вопрос, я сейчас буду цитировать Евгений Аркадьевич, он сказал же, зависит от студента. То есть, никаких ограничений на поступление нет, это только экзамен, который сдается, и дальше, соответственно, мы смотрим по проходным баллам. А в остальном спокойно. И получается, значит, по большинству предметов там, конечно, вот есть разный уровень, поэтому у нас есть предмет, под названием проектной практики, мы стараемся как-то выровнять уровень за первый год обучения, чтобы студенты, которые поступали вообще без опыта работы, им хотя бы давалась проектная работа с системой контроля версии, с управлением, чтобы они понимали, ну, откуда это исходит. Конечно, придется чуть больше работать, но мы будем, ну, как бы, есть рекомендации, что самостоятельно освоить и так далее. Вот. Хорошо, спасибо. Михаил Михайлович, можете ли вы рассказать про профессорско-преподавательский состав, кто именно преподает в общих чертах? Может быть, есть какие-то особенности? Так, по программам, которые я представляю, да, ну, начнем с того, что если мы берем магистатуру аналитику управления разработкой и, значит, финтех, то у нас, значит, преподают специалисты с индустрии, с нашей компанией партнеров, которые давно и преподают тоже, то есть они еще и усовершенствовали за несколько лет свои лекции и практика, то есть очень большой процент магистуру именно по управлению разработкой вот именно в этой сфере. По финтеху у нас как раз-таки это вопрос курирует Карен Альбердж-Григорян, который одновременно, он специалист в интеллектуальном анализе данных, а в то же время у него, он кандидат экономических наук, и то есть у нас есть связь с институтом управления экономикой и финансов, а то же, откуда преподаватели у нас преподают определенные приметы. Например, управление рисками у нас тоже читают преподаватели, которые в том числе работают и в институте управления экономикой и финансов. Говоря про программу, так что как бы опыт и индустрии, и, соответственно, университетский тут сочетается. Что касается программ по либерал-AI, так тем более она и родилась из того, что мы поняли, что у нас представители всех жанров есть. Соответственно, у нас лаборатория МАКС Таланова, это биоинспирированный искусственный интеллект. Лаборатория, где у нас Азад Шавкад Чигуп, это инфраструктура для больших данных, это управление этими данными. Кафедра цифровых технологий в экономике, там есть лаборатория по анализу данных. Есть у нас представители дисциплин машинного понимания, дисциплины именно связанных с прикладными технологиями искусственного интеллекта, обработка текстов на естественном языке, тоже профильной лаборатории есть. То есть здесь у нас в этом инфраструктуре уже большим счетом читают наши сотрудники, у которых как бы есть некий уникальный опыт участия в проектах, в том числе междисциплинарных, связанных с другими сферами, где искусственный интеллект может применяться. Потому что, например, как раз-таки у программы либерал-AI будет во втором семестре один из примет называется, ну, тоже проектная практика, но фактически междисциплинарный. То есть нужно будет собрать команду и с ними прийти решать задачу в какой-то смежной области на выбор вместе с профильным сотрудником Казанского университета в той или иной сфере. Хорошо, спасибо. Евгений Аркадьевич. У нас, как я уже говорил, есть две группы сотрудников. Одна группа – это профессора, которые ведут на общем направлении, общие предметы. Вы должны понимать, что у нас над всеми четырьмя магистрскими есть некий общий зонтик обязательных предметов, и затем есть узкие специализации. Значит, по узким специализациям большинство специалистов – это мои бывшие студенты, аспиранты, ученики, сотрудники, которые сами большие профессионалы в этом направлении, которые работали как в академии, так и в индустрии. У них есть огромный накопленный опыт, и практически по любым вопросам они являются, несмотря на молодость, одними из ведущих российских экспертов по данному направлению. Спасибо. И Влада Владимировна? У нас есть некоторая фишка. Я уже говорила о том, что у нас есть гуманитарный блок, там ведут лекционные практические занятия профессора из гуманитарного блока. Очень интересные и необычные лекции для этих норей. Это прямо как клоток свежего воздуха горного после бесконечной информатики, математики и так далее, и технологий. Это институт, который сказал, специальной философской лукой массовой коммуникации. Кроме того, есть приглашенные специалисты из индустрии, например, по геймдизайну очень известный специалист у нас будет. Очень интересный курс читать, представлять. Но и наши молодые, как я уже говорила, выпускники, они тоже представители индустрии, по сути, потому что за их плечами уже не одна публикация. В принципе, я считаю состав великолепный. Вообще, при повестке состава ИТИСа, он беспрецедентно интересный по сравнению с другими институтами. Спасибо. Я думаю, это был завершающий вопрос. Большое спасибо всем нашим зрителям, абитуриентам, кто был с нами. Спасибо за ваши вопросы. И до новых встреч на следующем инсталайфе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова